Шалом-шалом из Израиля! Мы продолжаем изучать пиркея вот поучение отцов. И мы остановились на первой главе, на пятой мишне. И мы помним, что перед началом изучения пиркея вот мы говорим Почему мы это говорим и что это значит, есть в нашем первом видеоуроке. Итак, поехали. Пятая мишна. Йосебен Йоханан из Иерусалима говорит Ух, какая мишна. Все женщины сразу так и атак. Почему это с женой ему нельзя разговаривать? Сейчас мы все разберем. Открыты двери настежь. Да, здесь сказано, пусть двери твоего дома будут открыты настежь. Что это значит? Это значит, например, как у нашего праотца Авраама, когда его шатер, у него вход со всех четырех сторон, вообще не было дверей. Постоянно вход был открыт для каждого путника, кто идет мимо. И им не приходилось обходить его жилище, чтобы найти вход. Более того, впускай в свой дом всех и бедных, и богатых. Если у тебя в гостях только бедняки, они будут чувствовать себя неловко из-за того, что к ним проявляют жалость и станут стесняться своей бедности, видя, что ты выделяешь их от других гостей. Если же присутствуют и богатые гости, то неимущие увидят, что ты добр ко всем, без исключения, и не только к тем, кто достоин жалости. Данный фрагмент можно также прочитать, как обещание. Твои двери будут открыты Насте, чтобы принять милость и благословение от Всевышнего, когда ты сделаешь бедняков своими домочадцами. Насколько важна вот эта заповедь гостеприимства. И так как мы открываем порой двери нашим гостям, так и Всевышний как будто бы говорит, ага, ты открыл мне дверь для того, чтобы ты получил благословение. Пусть бедняки станут твоими домочадцами. Нанимай бедняков на работу у себя дома и поручай им распределять милостыню от твоего лица. Назначай на эту должность тех, кто понимает, что значит быть бедняком и сочувствует страданиям неимущих. Избегай нанимать для этого тех, кто избалован и никогда не знал голода. Кроме того, подавая милостыню беднякам, обращаясь с ними так, будто они являются твоими домочадцами, отделяя их с той же радостью, с какой ты преподносишь подарки членам своей семьи. И тогда они будут чувствовать себя уютно. Как пример того, что если мне нужно купить завтрак что-то, так мне хватит там шекелей, я не знаю, там 60, купить и булочку, там и салатики, еще что-то. А если завтрак кому-то, то ему 5 шекелей тоже хватит. Не относись ко всем, как и к себе. Когда бедняк стучится в дверь и спрашивает, дома ли ваш отец, они не должны отвечать, что тебе нужно от нашего отца, его нет у нас дома. Даже дети должны понимать, что наш дом – это пример вот этого хеседа, милости и помощи, любви для каждого человека. Дальше по Мишне идет, что стану твоими домочадцами и не разговаривай слишком много со своей женой. Смысл данной Мишны не в том, что нужно меньше любить жену. Мужчина обязан любить жену так, как будто бы, если бы она была его плоть и кровь. Она его душа, это он, это часть его, это корень его души. Более того, предостережение не относится к важным разговорам между мужем и женой, которые способствуют улучшению их взаимоотношений. Понятно, что разговор с мужем и с женой – это всегда укрепляет, это то, что укрепляет. Соединяет, поделиться с тем, что накопилось, обсудить, как был мой день. Это то, что да, важно и ценно, без этого мы не семья. Но здесь говорится про пустую и ненужную болтовню. Также имеются в виду вульгарные непристойные беседы или шутки, которыми человек навлекает зло на самого себя, потому что они развращают его и усиливают его сластолюбие, то есть непристойные беседы, беседы, которые, как правило, оставляют такой осадок и у жены, и у мужа. Вот этого нужно избегать. И почему сказано, что более того, не общаться с другими женщинами, потому что это отвлекает его от изучения Тора, на что ты тратишь сейчас свое время. И сказано, что он таким образом навлекает зло на самого себя. «Да, приходя домой, он не должен говорить своей жене, я поспорил с тем-то и с тем-то. Он сказал то-то и то-то, а я возразил так-то и так-то». Этими словами он вставит в неудобное положение себя, свою жену и другого участника спора. Кроме того, если он расскажет ей об испытанных им унижениях, то ее уважение или к тому человеку, или еще что-то, оно изменится. И в целом нужно быть очень осторожными, когда мы делимся друг с другом. «Ля шонара», когда мы начинаем жаловаться на кого-то, рассказывать о ком-то, как правило, почему. Потому что ты сейчас что-то рассказал об этом человеке, и на завтра ты уже забудешь. А тот, кому ты рассказал, он еще об этом думает, он может встретить того человека. А ты уже с ним помиришься, может быть, но у того осадок уже остался. И сказано, что вы злоязычие и виноваты трое. Тот, кто говорит, тот, кто слушает, он тоже виноват. И тот, о ком говорят, как будто бы дал повод говорить так. Интересно, что до этого в нашей четвертой главе, которую мы учили в прошлом видео, помните, было говорилось, что Бен Йозер говорит о необходимости открыть свой дом для мудрецов. А его товарищ в нашей Мишне написано, да, «Открой свои двери, Настеж, для всех людей, неважно, бедняк или богач». Дальше, когда двери твоего дома распихнуты, Настеж, уровень нравственного и духовного развития гостей уже невозможно контролировать. Каким же образом можно поддерживать духовную атмосферу в доме, когда открыт доступ всем? Этого можно достичь только личным примером. Видя достойные взаимоотношения в доме между мужем и женой, гости поддаются их влиянию и ведут себя соответственно. Вот полностью, полностью проживаю эту Мишну, чувствую ее. Я, когда была студенткой, училась в школе, студенткой, часто, когда я ходила в гости в еврейские семьи, я смотрела на них и говорила, «Вау, это так красиво, я хочу так же». Они так красиво, он так муж красиво с женой разговаривает, так красиво. И эту красоту мы можем и должны тоже принимать себе и делать это в нашем доме. А почему мы не можем так у нас? Да, это работа. Но если мы этого хотим, мы это сделаем. Дальше, шестая Мишна. Йоша Бен Прахья и Нитай Арбели получили Тору от них. Йоша Бен Прахья часто говорил, «Найди себе учителя и приобрети друга, и суди каждого человека благосклонно». Интересно, «приобрети себе друга». Что это значит? В этой Мишне обсуждается разделение человеком его окружения на три группы. На тех, кто А превосходит его, Б равен ему, В уступает ему. «Из людей, превосходящих тебя, выбери учителя. Из равных тебе, выбери себе друга. Из людей, которые, по видимости, уступают тебе в чем-либо, суди благосклонно». То есть, именно поэтому мы видим, что наши друзья — это мы, в том числе те люди, кого мы выбираем себе в друзья. Это наш уровень, это мы. И поэтому очень часто можно наблюдать, когда человек начинает там, у него начинаются меняться ценности, он начинает там больше развиваться, трудиться, осознавать, что ему важно в этой жизни, то очень может поменяться круг его друзей. Это именно потому, что он уже идёт дальше. Или там друзья, наоборот, выбирают идти дальше, а ты всё ещё находишься на том уровне. И поэтому очень важно принимать это и понимать, что наши друзья не надо на них наговаривать. Это мы, учитель. Несмотря на достоинство самостоятельного обучения, оно не может сравниться с обучением у наставника, даже если он не так умён, как ты, потому что мудрые слова, услышанные от учителя, проникают в душу глубже, чем то, что изучено самостоятельно. То есть, когда я сижу и читаю эту книгу сама, эти слова не заходят в меня так крепко и хорошо, как если бы мы сейчас сидим с вами и вслух проговариваем это всё. Всё, что мы проговариваем вслух, оно намного более оседает у нас. Именно поэтому очень важно слушать лекции и уроки Торы, даже если это онлайн, и впитывать, впитывать в себя. Даже тот, кто не нуждается в наставнике для изучения Торы, кто может быть величайшим человеком в своём поколении, подобно Йошуа Бен Прахия, который был главой своего поколения и был убеждён в том, что по праву занимать свой пост, должен заставить себя найти учителя. Слушая земного наставника, он воспитывает в себе способность подчиняться высшему наставнику, Богу. Обычно человек не замечает собственных недостатков и склонен к оправданию своих промахов, иными словами относится к себе чересчур снисходительно. Только благодаря объективной оценке учителя он может совершенствоваться. И в этом прелесть наших учителей и наших друзей рядом. Пусть у тебя в доме собирается на свет мудрецы. Йошуа Бен Прахия добавил, что даже если тебя окружают одни мудрецы, необходимо выбрать одного из них своим учителем. Хотя обучение у разных учителей расширяет кругозор, но необходимо выбрать себе одного ученого как наставника, кому ты сможешь раскрыться и доверить то, что у тебя внутри, посоветоваться. Вот я не знаю, вот здесь я так поступила, или здесь сейчас кто-то, там нет сил. С кем ты чувствуешь себя комфортно? Это должен быть один человек. Друг. Каждому нужен друг, выступающий в роли советчика, которому может указать правильную дорогу и с которым можно поделиться своими мыслями. Вместе они могут трудиться над самосовершенствованием. Существует высказывание «Охеврута умитута» или «Дружба» или «Смерть». Когда ты любишь кого-то, выражай свою любовь не так, как хочется тебе, а так, как хотелось бы тому, кого ты любишь. Когда оба друга следуют этому правилу, каждый из них будет стремиться исполнить желание другого, и оба будут наслаждаться плодами своей дружбы. Когда двое учатся вместе обсуждать друг с другом свое духовное состояние, это две божественные души борются против одного животного начала. И здесь приводится, что существует три вида любви. Первое – это любовь, основанная на выгоде. Например, дружественные отношения деловых партнеров. У них есть выгода. Хорошо, когда ты есть рядом, хорошо, когда я есть рядом, хорошо, когда мы вместе делаем наши дела. Второе – это любовь ради удовольствия. Она бывает двух видов. Любовь вожделения, которые мужчины испытывают по отношению к женщинам, и любовь, связанная с чувством безопасности, когда человек находит друга, с которым он может вести себя совершенно откровенно, без опасения рассказывая ему о любом своем поступке, мысли или чувстве. Такая дружба приводит огромный восторг. И третье – это добродетельная любовь, объединяющая людей, стремящихся к объективной истине и к добру. Каждый из таких друзей стремится помочь другому достичь этой цели. Именно такой любви учит нас Мишна, постоянно развивающий друг друга и улучшающий каждого участника этой дружбы и этой любви. Раби Шмоль из Любавича говорил, «Если у тебя нет учителя, то твой друг не друг тебе вовсе, а если у тебя нет друга, то твой учитель не учитель тебе». Иметь настоящего друга чрезвычайно важно для духовного развития человека. В дружбе мы проходим какие-то улучшения себя, какие-то исправления себя, раскрытие себя другому. Поэтому это так важно. И суди каждого человека благосклонно. Имея и учителя, и друга, не смотри свысока на тех, у кого их нет. Благосклонно отнесись к любому человеку, даже если он духовно уступает тебе, как и наш седьмой Любавич из Кирэбэ. Он каждому человеку, неважно, это религиозный еврей или нет, это вообще еврей или представитель какой-то другого народа или какой-то другой религии. С бородой или без, каждого человека он принимал с теплом и с любовью. Несмотря на то, что еврейский закон требует от нас относиться сурово к некоторым людям, например, тех, кто подстрекает людей к долопоклонству. Но мы можем благосклонно судить о них во всем, что они относятся к этому преступлению. Таким образом, в то время как суд обязан действовать, исходя только из того, что он видит своими глазами, мы же не судьи, мы люди. Поэтому мы должны относиться к каждому, максимально оправдывая человека, потому что себя мы оправдываем всегда. Максимально. Даже если он совершил несомненное злодеяние, ты все равно можешь судить о нем благосклонно, признавая, что его заставили согрешить определенные обстоятельства, и он не устоял перед вкушением. И может быть, он сделал какое-то исправление из прошлой жизни, он что-то не справился с чем-то. Постоянно. Постоянно наша задача оправдывать человека. Не судить, оправдывать. И тогда и нас на небесах будут оправдывать. Более того, эти прегрешения могут быть не только простительными с точки зрения стороннего наблюдателя. Их можно даже расценить как заслуги. То, что искрешение досталось именно этому человеку, свидетельствует о наличии у него духовных сил для преодоления соблазнов, поскольку трудности, выпадающие на долю человека, соразмерной стойкости его характера. Когда ты распознаешь тяжесть искушения, ты можешь оценить потенциальные возможности грешника. И таким образом извлечь на поверхность его духовную мощь заслуги, которые скрыты в глубине его души. И тогда он получит возможность подняться. Или потрясающую вещь, как-то говорил Виктор Франкл, он говорил, что когда ты думаешь о человеке вот так, он падает еще ниже. Когда ты думаешь о человеке вот так, он падает еще ниже. Поэтому нужно думать и судить о человеке еще выше, чем он есть на самом деле, в лучшую сторону. И тогда он прилетит до того места, докуда ты хочешь. Не в негативе, не осуждая, с добром. Ну что, давайте седьмую на сегодня тоже три сделаем, Мишны. Не тай, а Ардели говорит, держись подальше от безнравственного соседа, не связывайся с нечестивцем и не впадай в отчаяние из-за бедствия. Держись подальше от безнравственного соседа. Перед тем, как выбрать место, где ты поселишься, проверь, каковы моральные качества твоих будущих соседей, которые неизбежно окажут на тебя влияние. Выражение безнравственный сосед может относиться к тому, чей образ жизни не подходит именно тебе. Он может не быть злодеем, но его путь служения Богу будет отличаться от твоего собственного. Тебе следует сторониться его, чтобы не начать подражать ему. Когда мы переезжаем в какое-то местечко, а там уже люди привыкли ходить не вот в таком платке, который покрывает голову, а чуть ниже, то ты такой, а ладно, тут все такие, да ладно. Ты не замечаешь, как ты начинаешь поддаваться этому влиянию. Поэтому нужно быть очень-очень-очень сильным. Ниже приводится образец двух различных путей служения Богу, одобренных Торой. По словам Рамбама, следует придерживаться со среднего пути. Тот, кто хочет исправить определенный изъям в своем характере, должен начать жить совершенно безгрешно до тех пор, пока он не справится и не сможет вернуться на средний путь. Например, для купца желательно на какое-то время стать слишком щедрым, пока он не исправится и после этого он может быть расчетливо щедрым. Другой пример святого человека, никогда не совершавшего греха, приучают говорить, не хочется запретного, но я воздерживаюсь, потому что такова воля Творца. Или, как говорят, я бы хотел попробовать свинину, но что сделать, что Всевышний мне не разрешает, а я служу только Ему. Если люди из двух выше приведенных примеров являются соседями, то последний не должен учиться у первого служения Богу. У нас у каждого свой путь служения Всевышнему. И не надо, если вы одеваете парик, а кто-то кисуй рож, говорить, что вот одевай парик, это правильный. Или не надо, если кто-то бреет свою бороду, а кто-то нет, говорить, вот давай, ты не бре, потому что вот так правильнее. Нет, мы не знаем, как правильнее. У тебя есть своя жизнь, пожалуйста, следи за своей жизнью, и будь уверен в том, что ты все делаешь правильно, а человек разберется сам. Не надо ему давать наставление и влиять на него, потому что, может быть, от него Всевышний только этого и ждет. Это, как пример, моя преподавательница, я учусь на актерском, в актерском мастерство, в актерском училище, и моя преподавательница, она как-то начинала свой путь с хасидами течения Хаббат, которым я принадлежу. И она говорит, что как раз, когда они начинают, и столько вопросов, ей приснился Ребе, наш седьмой львовский Ребе, который улыбался и повторял одну фразу. Она говорит, я не понимаю, что за фразу, и она нашла эту фразу в Бресловском хасидизме, что ее сказал Нахман Суманя, Бресловский Ребе, и она поняла, что ее путь это быть Бресловской хасидкой, и она поняла, что в этом ее исправление, в этом ее служение, при этом она очень уважительно относится к Ребе, и слушает его беседы, и учится, и может там прийти на какое-то мероприятие в Хаббат, но при этом она себя относит к Бресловским хасидам, у нас у каждого свой путь служения Всевышнему. Главное делиться светом и добром. Не связывайся с нечестивцем мы. Если ты зайдешь в кожевню, то даже если ты там не купишь ничего, то твоя одежда впитает взловоние, и она долго будет сопровождать тебя. Именно поэтому говорят, что если тебя увидят в компании нехороших людей, все, ты уже будешь априори ассоциироваться вот с таким человеком. Нет нужды отдаляться от нечестивца, но следует только избегать тесных связей с ними. Несмотря на опасности, которые может повлечь за собой общение с человеком, склонным к нечестивому образу жизни, не стоит от него совершенно отдаляться. Более того, всегда высказывай ему радушие и дружелюбие, показывай ему вот эту позитивную мотивацию, но не привязывайся к нему настолько, чтобы попасть под его влияние и стать таким же, как он. Вдобавок, тебе следует полюбить его душу изначально чистую и невинную и благодаря этому привести его на путь святости. И таким же образом следует относиться к телу, которое порой считается вместилищем зла. Не презирай свое тело, изнуряй его постами и самоистязаниями. Напротив, полюби его и пользуйся им, не увлекаясь при этом материальными аспектами его существования. Садиться на диету не потому, что я жирная и надо похудеть, я шикарно выгляжу, я хочу выглядеть еще лучше в моем понимании, не издеваясь над собой. Нет, в хорошем. Дальше, не впадай в отчаяние и забедствие. Если для тебя настали тяжелые времена, не отчаивайся. Близок час избавления, как говорит Раши. Другое объяснение, не впадай в отчаяние при виде процветания злодеев. Не стоит приходить к выводу об отсутствии на свете справедливости. Их время еще придет. Более того, не переставать думать о справедливости, видя, что злодеи процветают. Не стремись присоединиться к ним, чтобы разделить их успех, потому что их час может прийти внезапно, и ты погибнешь вместе с ними. Мы вообще не знаем, какая справедливость. Что такое справедливость? Потому что для меня справедливость это одно понимание другого человека, справедливость это совершенно другое. И даже два человека прося справедливости, а эта справедливость может противоречить справедливости другого человека. Только Всевышний тот, кто истинно справедлив, потому что он знает все и вне времени, и вне пространства, рассказывает историю, как один евреев бежал к Рэбе в комнату злой, расстроенный, и говорит, Рэбе, ну и где справедливость у этого мира? Почему Всевышний вот так делает? Бедные страдают, злые и богатые, вот это. И тогда Рэбе ему сказал, подожди, сейчас иди, пожалуйста, возле нашей реки, спрячься за деревом и наблюдай за берегом, что произойдет. Рэбе сказал, надо делать, пошел, спрятался за кустами и выглядывает, смотрит. И он видит, как приходит человек-рыбак, начинает рыбачить рыбу, наловил себе рыбы, довольный, и роняет кошелек во время того, как он собирает уже свои вещи, снасти, там, все удочки свои, у него выпадает кошелек, и он, значит, выходит. А этот еврей, который сидит за кустами, думает, вам надо выбежать и сказать ему, что у него выпал кошелек, но Рэбе сказал, ни в коем случае не выходи и не мешай, просто наблюдай. Сидит, терпит, видит, подходит какой-то человек к берегу, хотел сесть отдохнуть, видит кошелек, забирает его и идет дальше, и убежал оттуда. Он такой, ааа, негодяй, собрал кошелек. Снаблюдай, что же дальше, проходит третий человек отдохнуть, он ложится себе, устал, ложится, спит. Тут возвращается первый человек, который потерял кошелек, начинает его трясти, где мои деньги, отдай мои деньги, ах ты такой. Тот вообще не может понять, перепуганный, что ты от меня хочешь, какие деньги. Проверяет его карманы, плюет в него, побил его и уходит оттуда. Ну, наш еврей, который изначально пришел к Рэбе вопя о справедливости, ничего не понимает, возвращается к Рэбе и начинает кричать. Ну, так где же справедливость? Он говорит, ооо, а что мы знаем о справедливости? А знаешь ли ты, что эти люди все в прошлой жизни, вот что у них произошло. Первый украл деньги у другого, и судья неправильно их рассудил. Тот, кто нашел деньги, это тот, у кого украли деньги в прошлой жизни. Тот, кто потерял эти деньги, это тот, кто нечестным путем забрал себе эти деньги. Он говорит, а кто же тогда тот, кого побили? Он говорит, судья, который неправильно рассудил. Поэтому иногда, что мы знаем о справедливости? Иногда мы получаем что-то еще из, проходя какое-то испытание, проходя какое-то исправление, которое мы недоделали в нашей прошлой жизни. Мы знаем, что евдоизм много внимания, да, уделяет реинкранациям. Говорит, что да, наша душа, если недовыполняет какую-то свою миссию в этом мире, она вынуждена вернуться в ноль для того, чтобы улучшить себя, исправить этот мир и сделать что-то доброе этому миру. Итак, дорогие друзья, мы приучили уже 7 мишен из первой главы, с чем я нас всех поздравляю. Надеюсь, вам нравится и полезно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И продолжим на следующей встрече с кожей помощью на 8 мишне. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok